О главных событиях страны расскажем прямо сейчас в студии Наталья Шевченко. Добрый день. Обвал стены в школе номер 6 произошел в Василькове Киевской области. Около 10 часов утра рухнула наружная стена на трех этажах высотой 9 метров шириной 15. Об этом сообщил глава ГОСЧС Украины Николай Чечеткин. По предварительным данным никто не пострадал. На месте разрушения проводятся аварийно-спасательные работы. В них задействованы 8 единиц техники, 35 спасателей, а также кинологи. Они уже эвакуировали более 600 человек. Причины обвала изучит специальная комиссия. Также выяснит, кто давал разрешение на открытие учебного заведения после ремонтных работ. Премьер-министр Гройсман настаивает на экспертизе всех социальных строений, детских садов, площадок и школ, объектах, где находятся дети. Все они будут изучены на предмет безопасности. Сейчас, по результатам комиссии, мы разберемся, кто какие подписи ставил. И каждый, кто допустил эти нарушения, которые привели к таким последствиям. Возможно, кто-то что-то недостроил, перестроил, перегрузил существующее строение. Во всем этом мы должны разобраться, чтобы наказать виновных, чтобы другим было неповадно. В зоне АТО за минувшие сутки произошло 47 обстрелов. На Мариупольском направлении боевики применили тяжелое вооружение. Там зафиксировали наибольшее количество обстрелов. По Толоковке и Бердянскому открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм. Под минометным огнем оказались украинские позиции в районах Водянова, Широкина и Марьинки. В направлении Павлополя и Гнутова боевики использовали БМП, гранатометы и пулеметы. На Луганском направлении оккупанты обстреливали Новозвановку, Новоалександровку, Попасную. Из минометов калибра 120 и 82 мм. Спокойнее на Донецком направлении. Там боевики три раза открывали огонь по Авдеевке и Зайцево. На Мариупольском направлении 27 обстрелов. Вооруженные провокации со стороны противника состоялись с применением тяжелого вооружения. В частности, из ствольной артиллерии 152-го калибра по защитникам Толоковки и Бердянска, а из 122-го калибра по Широкина. Кроме этого, оккупанты активно использовали вооружение калибра 120 и 82 мм. Под огнем из минометов оказались позиции села ТО в районах Водянова, Широкина, Марьинки и Толоковки. В Днепре попрощались с бойцом АТО Давидом Габсахурдей. 25-летний мужчина умер в местной больнице от тяжелых осколочных ран, так и не придя в сознание. Похоронят героя в Ужгороде. Украина стала второй родиной этого 25-летнего парня из Сухуми. Его родители вынуждены были бежать в 1992 году из Грузии после начала войны. С тех пор семья жила на Закарпатье. Когда же Россия начала агрессию против Украины, Давид решил с оружием в руках защищать новую родину. Он ушел на фронт добровольцем. Россия – это страшная машина. Чеченцы и все эти казаки – это все граждане России. Они все оттуда. И за них Россия отвечает. Только Путин может дурно сказать, что это добровольческие объединения. В какой стране может быть добровольческое объединение, когда приходит в другую страну и убивает людей? В 128-й горно-пехотной бригаде Давид прослужил всего полгода. Месяц назад во время обстрела шахты Бутовка боец получил тяжелое осколочное ранение. Шесть операций, 24 дня героической борьбы со смертью. Давид умер в больнице имени Мечникова, так и не придя в сознание. Делали все возможное, чтобы Давид остался жив. Поражен головной мозг, больше 10 осколков попали в голову, вырвало грудную часть позвоночника. Множество ранений, наверное, не было ни одного сантиметра на теле, которое бы не было поражено осколками. Похоронят Давида Гамсахурдию в Анталовцах под Ужгородом, где проживают его родители. Здесь, на Закарпатье, он окончил компьютерный лицей. Однако пошел по стопам отца, торговал прессой. Ведь здесь много газет люди любят читать. Когда узнали о ранении земляка, в церквях молились за его выздоровление. Он сказал так, мама, я на всю жизнь останусь, это последний разговор в санксреду. Я всю жизнь останусь в армии. Я прослужу 20 лет. Я уйду на пенсию, построю себе дом. Самая заветная мечта матери теперь о мире. Чтобы больше никто не знал такой боли и утраты. Ведь, невзирая на минские договоренности, оружие боевиков не молчат на Донбассе. С Нового года пророссийские силы более 12 тысяч раз открывали огонь по гражданам и защитникам Родины. Погибло почти 200 бойцов только вооруженных сил Украины. Татьяна Долгер, Дмитрий Большак, ЮЭй ТВ, Днепр. Помочь вернуться домой. В Москве, недалеко от Кремля, активисты развесили плакаты с изображением пропавшего без вести крымско-татарского активиста Эрвина Ибрагимова. А в сети разместили видеоролик, чтобы привлечь внимание к похищениям и убийствам крымских татар в Крыму. Об акции сообщил и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Просит распространять видео, чтобы призыв о помощи был услышан. Родственники Ибрагимова и члены Межлиса считают, что Эрвина похитили российские спецслужбы для запугивания крымских татар и несогласных с властью оккупантов. По данным Крымской правозащитной группы, с февраля 2014 года в Крыму похитили 9 человек. Из них пятеро крымские татары. Еще три случая пропажи людей на полуострове также носят признаки насильственных исчезновений. Украина и Польша вскоре заключат соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом заявил президент Порошенко по итогам встречи с руководителем Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом. Президент отметил успешную деятельность украинско-польско-литовской бригады и подчеркнул, такой опыт может стать отличным фундаментом для дальнейшего сотрудничества. Также Петр Порошенко поблагодарил Польшу за поддержку решения Совета ЕС о продлении санкций против России, особое внимание стороны уделили вопросу активизации отношений Украины с НАТО. Специально для этого Павел Солохов встретился с секретарем СНБО Александром Тручиновым. Сейчас у нас очень много интересных совместных планов в оборонной сфере. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Польши и Украины сейчас работают над совместным производством новых видов вооружения и военной техники. Сотрудничество наших государств как в целом, так и сотрудничество наших военных служб носит уже постоянный характер. Подтверждением этого является визит нашего президента Анджиа Дуды по случаю 25-летия независимости Украины. И также мы ждем визит Петра Порошенко, который должен состояться 2 декабря. Кстати, 2 декабря выбрано не случайно. Именно в этот день, в 1991 году, Польша стала первой страной, признавшей независимость Украины. Новые картины. Известный украинский художник Александр Бабак представляет в столице персональную выставку пейзажей. Серия картин написана в экспрессивной манере. Часть из них была создана на Закарпатье этой зимой. Основной массив в Великом перевозе Полтавской области. Эта живописная местность уже второе столетие очаровывает многих известных художников. Тему продолжит Ирина Тищенко. Многих художников вдохновляла Полтава. Всемирно известный украинский режиссер Александр Довженко снимал здесь свой арсенал и землю. Вот и Александр Бабак, наслаждаясь живописной природой украинского села, изображает ее легко и непосредственно, а порой даже абстрактно. Сознательно пользуясь языком обобщения и недосказанности, художник дает зрителю пространство для игры воображения. Невольно начинает чувствовать то же самое, говорят посетители. Когда я вот хожу в эту галерею, я чувствую, что здесь очень много больших цветов. И что вот они меня прямо в себя немножко втягивают. И вот потому что он такими кисточками пользуется большими, что вот прямо эти цвета, они очень насыщенные. Мне понравились картины Александра Бабака тем, что они, во-первых, очень объемные, и во-вторых, нужно их смотреть, конечно, издалека. Здесь, конечно, объем очень важен, расстояние соблюдать, потому что вблизи это, конечно, широкие мазки, а вот издалека, когда смотришь, что какая-то общая картина есть, того, что представлено, написано, что это весна, издалека видно, что весна. Местами сквозь краску проглядывает полотно. Такую основу художник выбирает не случайно. Негрунтованная льняная поверхность играет роль среднего тона. Красками добавляются светлые и темные тона. А фон, который служит определенной средой, собирает все в единое целое. Местами краски накладываются очень густо. Кое-где растекаются в переливах лессировок. Великий перевоз весна. Эта картина поражает своей легкостью и свежестью. С первого взгляда в лаконичных мазках угадываются цветущие сады весенним солнечным днем. Александр Бабак выкладывается на все сто. В его работах и сюжетах нет повторов. Всегда представляет что-то новое. И люди к нему приходят на выставки, потому что они у него очень эмоциональные. И настроение поднимают. Да и сам Александр очень позитивный человек. Александр Бабак родился в Киеве, живет и работает в Великом перевозе на Полтавщине. Окончил Республиканскую художественную школу имени Шевченко, а также художественный институт. Говорит, когда пишешь в таких живописных местах, как Закарпатти или Полтава, картины получаются более яркими и колоритными, чем в мастерской. Ведь они дополняются энергетикой этих мест. Каждого художника останавливает какая-то сиюминутность. Почему именно он и именно в этот момент взялся это делать? Я наблюдал за своей работой, которую писал для того, чтобы она была подобна и сделана на природе не так, как в мастерской. Ведь когда ее пишешь в мастерской, она не соответствует тем эмоциям, которые и остановили, собственно, в тот момент, чтобы писать. Я стараюсь сохранить этот момент как можно дольше. И уже в мастерской убеждаюсь, что передал то состояние именно так, как и планировал. Часто творчество Александра Бабака интерпретируют сквозь мифологию национальных традиций и возвращение к истокам народного искусства. Однако более плодотворными являются его те работы, которые выходят за устоявшиеся смысловые грани. Ведь они отражают сложные, драматические, а порой трагические моменты Украины. Ирина Тищенко, Антон Куница, ЮАИ-ТВ Такой была последняя информация в выпуске. Больше на сайте агентства Украинформ. Хорошего дня и помните, ЮАИ-ТВ всегда рядом.